Лефортова заполняют своими Лефортова заполняют своими и арестовали трех полковников ФСБ 5. Газета «Коммерсант» номер 76 от 27 апреля 2019 года, строение 1 Как стало известно твердый знак, начальник банковского отдела управления к службе экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был обвинен во взяточничестве благодаря показаниям его же коллег Одним из них мог являться бывший руководитель контрольно-инспекционного департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Михаил Горбатов, с которым он ранее вместе служил Помимо Кирилла Черкалина суд арестовал двух бывших сотрудников управления к Андрею Васильеву и Дмитрию Фролова, обвиняемых в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина Кирилла Черкалина сотрудники управления собственной безопасности УСБ, ФСБ задержали в пятницу утром, сопроводив к следователю Квсуследственного комитета России, СКР Последний предъявил ему обвинение в получении взяток в особо крупном размере, Ч. 6 ст. 290 УК РФ После допроса, в ходе которого полковник свою вину не признал, Кирилла Черкалина доставили в 235-й гарнизонный военный суд Уже поздним вечером суд удовлетворил ходатайство следствия и его аресты на два месяца Раскрывать подробности дела в Квсу и самом суде не стали От комментариев воздержался и защитник офицера, который почти 9 лет возглавлял отдел, занимавшийся контрразведывательной деятельностью в финансовой сфере, и входил как минимум в две межведомственные комиссии В свою очередь, источник «Твердый знак» рассказал, что о причастности полковника к фактам коррупции и следствию дали показания его бывшие коллеги по управлению К, в том числе якобы полковник Михаил Горбатов Откомандирован из спецслужбы в администрацию президента, где он до недавнего времени возглавлял контрольно-инспекционный департамент управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Полковник Горбатов, как уже сообщал «Твердый знак», был задержан сотрудниками Квсу и СКР по обвинению в особо крупном мошенничестве, ч. 4 статья 159 УК РФ, а затем арестован 235-м судом По версии следствия, вместе с подельниками Владимиром Коробковым и Арнахаджаяном он мог получить вознаграждение от владельца нескольких ломбардов У последнего в ходе обысков была изъята крупная партия дорогих часов и драгоценностей, вернуть которые предполагаемые участники аферы пообещали, используя свои связи в управлении КФСБ Ломбардист, по версии следствия, заплатил им 100 тысяч долларов, а затем передал двое часов Харри Уинстон, часы Дэвит и Бовет, оцениваемые более чем в одном миллион долларов Но поскольку имущество ему так и не вернули, он обратился в УСБ и ФСБ Владимир Коробков и Арнахаджаян признали свою вину, дав показания на полковника Горбатова В итоге их перевели из СИЗа под домашние аресты Возможно, чтобы смягчить свою вину, Михаил Горбатов, полагает источник твердый знак, и сообщил следствию о других преступлениях, в которых якобы мог быть замешан полковник Черкалин Защита полковника Горбатова воздержалась от комментариев Между тем известно, что после заключения соглашения о сотрудничестве мера пересечения обвиняемым обычно изменяется Однако, согласно базе данных 235-го суда, в последний раз срок содержания в СИЗа Михаилу Горбатову был продлен 21 марта, и сейчас он содержится в СИЗа Лефортова Следует отметить, что в пятницу, на следующий день после ареста полковника Черкалина, решениями Басманного суда под стражу были взяты его бывшие коллеги по управлению К, также полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов Последний, кстати, до Кирилла Черкалина возглавлял банковский отдел управления КСУСКР обвиняет их в особо крупном мошенничестве Как чекистов задержали за взятки и махинации, будучи действующими сотрудниками ФСБ, они осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина Оно было возбуждено КСУСКР по Москве по заявлению главы управляющей компании Avenue Management Сергея Гляделкина, который при бывшем мэре Юрии Лужкове руководил ГУП Москва Центр, курировавшим столичные инвестпроекты в строительной сфере Из обращения бизнесмена следовало, что в 2009 году чиновник вымогал у него помещение площадью 200,5 кв. м. в двухэтажном особняке на улице Бахрушина, где располагался офис строительной фирмы Астро Заявитель утверждал, что вице-мэр через посредника Вадима Козлова требовал от него оформить площади в особняке, рыночная стоимость которых составляла на тот момент не менее 45 миллионов рублей, на свою дочь Яну, а также заплатить 1 миллион долларов По словам Сергея Гляделкина, это была цена за согласование документации по реконструкции и строительству двух жилых микрорайонов в Левобережном районе Москвы Фирма бизнесмена претендовала на осуществление этого проекта Для придания сделке видимости законной стороны даже составили договор купли-продажи помещения за 5,9 миллиона рублей Договор был подписан, но даже эти деньги Сергей Гляделкин не получил В итоге 27 июля 2012 года Александр Рябинин и Вадим Козлов за мошенничество, ч. 4 статья 159 УК РФ, были приговорены Пресненским судом Москвы к 3 и 2 годам условно-соответственно Александру Рябинину также был назначен штраф в размере 1 миллион рублей Между тем еще до начала судебного разбирательства в отношении вице-мэра Рябинина проблемы возникли и у самого заявителя Сергея Гляделкина Полковники Фролов и Васильев якобы собирали компромат и на него, заявив, что намерены привлечь бизнесмена к уголовной ответственности В то время Сергей Гляделкин активно занимался строительством жилья в столице, где, по его же словам, уже построил более 100 жилых домов Чекисты же утверждали, что о реализации новых проектов по строительству жилых домов в Москве ему можно забыть Чтобы избежать проблем, Сергей Гляделкин вынужден был переоформить на доверенных лиц вымогателей Слубянки свою долю в уставном капитале ООО «Эрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей Фирма с уставным капиталом 54 миллиона рублей была зарегистрирована в 1997 году и занималась капиталовложениями в ценные бумаги 23 декабря 2016 года ООО «Эрпромконсалтинг» было ликвидировано, а его правоприемником стала ООО «Вастсипспецмонтаж», занимающаяся разработкой строительных проектов В начале с заявлением Сергея Гляделкина разбиралась полиция, возбудившая уголовное дело по СТ-201 УК РФ, злоупотребление полномочиями, а в феврале этого года она передала материалы в СКР В Басманном суде следователь отмечал, что Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, увалившись из спецслужбы, все равно сохранили обширные связи в ФСБ и органах госвласти, которые могут использовать для противодействия расследованию, а к тому же скрыться «Контактов в органах у меня практически не осталось», утверждал, в свою очередь, Дмитрий Фролов Он также отмечал, что нуждается в лечении, в том числе в связи с полученным еще до задержания переломом руки Против заключения под стражу был его подельник Андрей Васильев Адвокат последнего, предлагая ограничиться домашним арестом, отмечал, что вся вина бывшего офицера заключается в том, что он лишь организовал две встречи своего начальника Дмитрия Фролова с потерпевшим Суд, согласившись со следствием, отправил обоих в СИЗО Николай Сергеев, Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Олег Рубникович Продолжение следует...